всем привет хочу поделиться такой вот новостью приобрел универсальный фрезерный станок да смотрится он достаточно дико в такой моей небольшой комнатушке но все же что есть то есть значит это ngf 110 ш 3 в полной комплектации с верхней фрезерной головкой даже тисочки родные значит планирую сделать так видео будет разбито на несколько частей вот и в каждой части буду подробно обговаривать какие-то моменты моих доработок того что я носил какие изменения в него вот но для начала сразу скажу то что станок был изначально покрашен наверное выложу фотки выложу фотографии отвлекают выложу фотографии какой он был в изначальном виде вот станок покрасил я практически полностью перебрал за исключением коробки коробку проверил вроде как лифтов нету все крутится четко без биений вот верхнюю фрезерную головку перебирал до меня продавец заверял что там три подшипника он заменил в остальном в руках все в норме но набиение проверял при покупке вот и не есть но очень-очень маленькая ну в принципе для класс такого станка и допустимо вот приобретен был частотник для него много-много чего сделано поближе покажу хочу сразу показать здесь у меня бардак вот лежит хобот от него серьгой тоже все выкрашено воспользоваться им наверное не знаю буду не буду в основном в планах использую него вертикальным для вертикального фрезерования вот этот фрезерной головкой заказал я вот эти таблички шильдики все все это будет изменено они сейчас едут ко мне жду их вот в общем тисочки получается что покрашен был станок то есть станина станина от этого колонна ну и все в принципе были ободраны старые краски продавцом еще кого тем человеком кого я покупал вот но ободраны так как бы не до металла до грунта ну в общем немножко я там добавил своей деятельности чуть-чуть до ободрал где мог вот ну и принципе покрасил а вот все что касается колонны стал и все подачи все защиты тиски полностью все все обдирал полностью до металла вот никакого грунта ничего не оставлял вот очень все это обдирал все красилась заново с 0 на металл вот красочку такую неплохой подобрал но много говорить тут можно надолго видео снимать но просто хочу разбить чтобы было поподробнее чтобы не напряжено было смотреть вот здесь менял этот винт этот узел чтобы стол опускался до конца тоже отдельное видео будет частотник приобрел для него но по частотнику не знаю я чё по нему снимать ну как мини обзорчика такого сделаю что он может как он работает надо так вот в общем суда табличка будет тоже заказал едет она вот цанговый патрон новый заказал короче говоря переделок и всяких доделок очень много такой вот красавец получился сейчас вот хочу делать делаю занимаюсь из детских пеленок блин делаю защиту чтобы экран был направляющих подвижный тоже доделаю уже тоже буду отдельно снимать вот а так все крутится все все по все подачи работают везде в принципе все нормально по люфтам единственно вот этой подачи вот поперечный не хватает зажима клина вот то есть видимо либо клин неродной либо износ на износ не похоже потому что в основном все направляющие в норме достаточно легко все подъем шка не вертикальная получается подача поперечная подача и продольная подача самое основное вот но в общем буду делать более подробные обзоры установил его на своем верстаке стоит как бы без проблем я уже снимал делал видео по моей мастерской у меня здесь бруски стоят 50 на 50 вот как бы изначально когда их ставил подумал то что взял лишка а сейчас думаю самый раз получается часть стола грязи часть стала часть станины самой тяжелой части вот с этой вот колонны они установлены на подоконнике стоят то есть и вторая половина грубо говоря располагается на весу но учитывая такие мощные бруски и столешницу по моему в 38 до 40 миллиметров я уже сейчас не помню основном все без проблем сам залазил на это стол вот устанавливал целиком году консоль в сборе там я уж не знаю сколько на килограмм 40 наверное весит сам станок без верхней фрезерной головки весит ну по крайней мере по паспорту 200 килограмм вот верхняя фрезерная головка плюс еще 18 килограмм вот но 200 наверное без тисков несмотря на то что они малюсенькие такие они достаточно тяжелые тоже ну килограмм 8 наверно не весят тисочки тисочки поворотные вот тисочки родные они шли с комплекте с нгфм такой вот комплект не достался полностью комплектный станок получается ну плюс фрезерная головка она как бы вроде как не идет в комплекте но за ней народ охотятся очень очень бывает долго и за дорого и покупают там цены у нее в сравнении ну как как сам станок примерно за ту же цену ее можно отдельно найти вот а я нашел станочек за энную сумму не буду озвучивать неважно это но уже в комплекте сумма приличная но за такой комплект вполне таки достойно вот ну вроде бы как все вот видео долго не было все свободное время уходила на станок вот за последние дни все восстанавливал все это вечерами после работы занимался ты как бы на что-то что-то снять что-то показать вообще время не хватало но сейчас станок на 90 процентов уже в рабочем состоянии вернее она же как в рабочем состоянии но есть еще задумки есть что доделать вот на 90 процентов все что я задумывал я уже сделал вот остались мелочи ну и в принципе можно будет уже работать буду показывать свои работы что на нем получилось сделать уже тут есть у меня заказик один очень интересный но никак не заказик даже друг попросил изобретает он одну штуку его классно короче говоря основная работа там у меня будет как раз по фрезеровке как получится если эта штука обязательно выложу это касается ножевой темы будет очень очень интересный обзор я надеюсь что все получится все нормально будет вот будет у меня такой первый очень очень сложный опыт фрезерование будем надеяться что все пройдет нормально вот такой станочек хотел поделиться показать коробка передач у него здесь получается 6 передач 3 скорости и можно назвать пониженная повышенная такое стеклышко сделал но в общем все об этом обо всем я расскажу поподробнее в отдельных частях видео вот видео буду потихонечку я надеюсь что сейчас побыстрее все сделаю доделаю и потихонечку буду выкладывать будет наверное интересно надеюсь по крайне на это вот ну все пока что все на этом всем спасибо всем пока по мере каких-то продвижений буду отчитываться все всем пока спасибо всем пока спасибо всем пока и Продолжение следует...